В администрации Каспийска в преддверии Дня знаний состояло заседание антитеррористической комиссии под руководством главы города Бориса Гонцова. На повестке дня обсуждались вопросы противодействия идеологии терроризма среди учащихся образовательных учреждений муниципалитета. Те выпускники, которые, к сожалению, на момент сдачи 9 класса экзаменов не получают аттестатов, у них жизнь как бы обрубается, шансы им даются, пересдача, но не все идут на это. Кто-то ленится, кому-то это в силу определенных обстоятельств не нужно, неинтересно. Они идут работать, они попадают в те руки иногда, вот о чем я говорил, противоправно, то наши противоправные действия. И вот эту систему работы, когда у нас в докладе есть, мы все-таки должны с вами подтянуть. В обсуждении темы приняли участие председатель собрания депутатов Каспийска Абдуллахид Джаватов, заместитель главы города Арсен Шерифов, председатель совета имамов по городу Каспийску Мурат Исмаилов, представители правоохранительных органов и многие другие. Я заметил, что очень большое количество молодежи на той стороне, чтобы вы понимали, не маленькое количество. Это та молодежь, которую подняли, за два часа в аэропорт загнали 20 тысяч. Ребята, понимаете, да? Их становится каждый день все больше и больше. Они живут не с нами, а рядом с нами. По первому вопросу, анализ ситуации и факторы, создающие угрозы вероятной активизации законспирированных групп сторонников радикального ислама на территории Каспийска, выступил начальник аппарата АТК Муртазали Муртазалиев. В рамках проведения анализа обстоятельств создания ячеек установлено, что втягивание молодежи в их деятельность способствует размещаемой вербовщиками в сети интернет-материалы, пропагандирующие и идеализирующие терроризм, а также примененные ими методом управляемого информационно-психологического воздействия для формирования радикальных религиозных взглядов. Условиями, способствующими вовлечению в граждан молодежь террористической деятельности, является недостаточное духовно-нравственное воспитание. Присутствующие также обсудили деятельность и меры по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования и мест массового пребывания людей в преддверии нового учебного года. Помимо этого, были заслушаны доклады об устранении возможных причин и условий, способствующих вовлечению молодежи в экстремистскую и террористическую деятельности на территории Каспийска, планировавших посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и прихожан храма Казанской иконы Божией Матери муниципалитета. Организована работа по выявлению причин преступной деятельности лиц, осуществляющих вербовку граждан, для прохождения террористической подготовки и участия в боевых действиях, в том числе в странах ближнего зарубежья, в ходе которых принимаются исчерпывающие меры по недоповещению их выездов за пределы Республики Дагестан. В совместном с отделением ФСБ принимаются меры по причинению деятельности вербовщиков и эмиссаров международных террористических организаций, совершенствуются поисковые аналитические мероприятия в информационно-техокоммуникационной сети интернета. В завершение участники встречи обсудили недостатки реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма в образовательных учреждениях, а также систему обмена информацией по организации профилактической работы с неблагополучными семьями, трудными подростками и группами риска. До свидания.